Здравствуйте, друзья! Меня зовут Данила Сергеевич. Сегодня я бы хотел разработать новые логотипы для Arizona Roleplay Phoenix. Это проект, это сервак, на котором я играю. Я вообще не говорил вам, но я графический дизайнер, который добился в своей жизни много всего. Я делал логотипы для таких известных людей, как, там, я не знаю, Саша Шляпик, вот этот вот весь Трансформер 2, Матрица, может быть. То есть все вот эти вот логотипы, это вот Pepsi логотип, это тоже я разрабатывал. И сегодня мне бы хотелось вот тот логотип, который сейчас есть у Arizona RP, чтобы я его как-то переделал. То есть я хочу не только деньги получать от этого проекта, но еще и приносить какую-нибудь пользу этому самому проекту. Поэтому, друзья, сегодня я буду разрабатывать логотип. Если вам все это понравится, то ставьте лайки. 50 лайков я разработал логотип для BlackRush, даже без 50 лайков я для BlackRush логотип разработаю. Давайте приступим. Вот вы знаете, многие дилетанты, они делают логотипы в Adobe Illustrator, мол, для того, чтобы там было вот это растровое или какое-то там векторное изображение, чтобы можно было распечатать, на стенку повесить. Это все хуйня для долбоебов. Я буду делать логотип в Photoshop, потому что это моя любимая программа. Вот я тут делаю превью свои, и типа все у меня тут отлично. Поэтому давайте начнем. Создаем, во-первых, файл, это Ctrl-N, сейчас отлагает, у меня немного лагает, компьютер, нужны деньги, вот, заказывайте логотипы. Создаем ширина 5000, высота 5000, и все настройки, как у меня, ставьте, потому что я знаю, что я делаю вообще. Вот у нас появился холст, и теперь нам нужно увидеть то, как выглядит вообще логотип Arizona RP сейчас, чтобы как бы понимать, какой нужен редизайн, какие нужны прочие вещи, вот, в данном логотипе. В общем-то, тут мы можем увидеть, что испокон веков у Arizona была вот такая вот, знаете ли, буква А, то есть только изредка у них был какой-то странный шрифт, вот, и все, то есть больше у них не было абсолютно ничего, то есть, вот, тут они потом сделали редизайн из вот этого всего, то есть вот у них есть вот такие вот палки. Давайте попробуем немного переосмыслить все эти палки, вот, то есть вот последнее то, что у них было. Давайте немного все это переосмыслим, я вставлю это вот сюда, вот, у нас есть такой, знаете, референс, от которого мы сейчас будем отталкиваться и что-то делать, что-то рисовать. Для этого нам нужна будет фигура, так сказать, с палками, то есть сейчас мы как-то переосмыслим все эти палки, то есть мы не будем просто писать название, просто делать что-то вот это вот все прочее, то есть мы такого делать не будем. Как мы видим, палки, они типа, ну, такие, ну, вот, острые, да, попробуем сделать как-лить немного по-другому. Как мы можем видеть, тут у них еще есть какие-то градиенты, какая-то вот вся прочая залупа, мы сейчас тоже с этим совсем поэкспериментируем и сейчас все сделаем. Берем, значит, вот этот вот цвет, ну, заебись, подойдет, и берем немножечко цвет такой, знаете, потемнее, вот, допустим, вот такой вот. И все, и у нас получается так, только режим нормальный сделаем, вот, это отлично. Вот это уже что-то вот более-менее вид какой-то имеет из всего этого, можем сделать масштаб, вот, допустим, вот такой вот, да, и непрозрачность, вот, допустим, вот такую вот, вот, отлично получается. Этих палок у нас три, поэтому тут мы тоже сделаем три таких, знаете, палки, вот, и, то есть, теперь нужно как-то вот им, возможно, какую-то форму придать, потому что тут-то мы все понимаем, а формы-то, в общем-то, нет. Сейчас вот этот референс уберем, потому что мы уже поняли, как надо сделать. Как-то ебучий. Вот, то есть, это у нас получился первый вариант логотипа SK Mason, Sam Masson, Станислав, Стас, в общем-то, когда будешь смотреть ролик мой, вот этот вот, который я отправлю на оплату, так сказать, Arizona или PlayFenix с IPA и мой промокод, мой никнейм в описании, вот, то есть, можешь рассмотреть, как вариант вот этот вот логотип, то есть, смотри, получается как, вот, сейчас, погоди секунду, блядь. Вот, было, вот, стало, то есть, минимализм, то есть, тут, смотри, какое-то нагромождение, какие-то вот эти вот все острые углы, тут стало, вот, то есть, смотри, то есть, вот это вот, ну, то есть, это похоже на Arizona RP, то есть, вот эти вот линии, они передают весь тернистый путь Arizona, то есть, и вот эта вот красная линия, она подчеркивает уникальность. Сюда, допустим, вот, если, так сказать, все-таки утвердите мой логотип, сейчас я покажу, что я смогу сделать, у меня свой специально разработанный шрифт для всего этого, то есть, не под, я специально разрабатывал для этого видоса. Вот, можем сейчас сделать следующую вещь. Вот, то есть, можно сделать вот так, допустим, можно поместить куда-то вот сюда, чтобы вот, то есть, сразу люди понимали Arizona немного, это, конечно, все черновой вариант, если вы утвердите меня как своего дизайнера, то есть, такие логотипы я вам буду делать за тысячу рублей. Есть еще один вариант логотипа, сейчас покажу. В тот раз, вот, вы могли понять, что я сделал вот такой вот логотип без текста, то есть, вот, то есть, он сразу должен будет стать понятным, что вот это вот Arizona RP, потом вот под этим вот всем логотипом можно будет одежды выпускать, фирменные какие-то стили, кружки и так далее, то есть, все прочее. Вот вместо вот этого вот какого-то детского лепета, вот это вот, это нормально, это минимализм называется. Это был логотип, так сказать, состоящий из фигуры. А сейчас я сделал логотип, состоящий из текста, немного поэкспериментирую, пошаманю, то есть, все будет. Блядь, и что же делать-то тут, сука? Вот, то есть, есть вот такой вот логотипчик, то есть, он передает фирменный такой тоже стиль, то есть, он чисто из текста, можно будет Z как Zorro сделать, то есть, чтобы там какие-то анимации были, типа, там, буквы скачут, пляшут туда-сюда, типа, из этой буквы становится все вот так, то есть, это нужно под... это может быть как фирменный стиль, то есть, это может быть как N New York, вот, если смотреть вот так. А это может быть еще и по-другому немного, то есть, в целом, это сделано прикольно. Вот, если вам не нравится, что тут, типа, Ари, а тут вот Оно, то, что, типа, ну, не особо понятно, да, то можно покрасить по-другому немного буквы, можно еще сделать что-то. Но если и этого логотипа вам мало, то я не знаю, какие вы люди, то есть, возможно, что вы, там, покупаете логотипы у каких-то неандертальцев просто. Вот, но, однако, я могу сделать еще один логотип вам, потому что мне не жалко. Здесь мы сделаем акцент на букву Z, как обычно, то есть, мне буква Z в Аризоне нравится, она передает такой, знаете, общий стиль проекта, поэтому букву Z можно сделать основной, так сказать, прямоходящей, тем более, что это похоже на референс, который был у нас тут, то есть, тут есть некоторые начертания всей этой буквы. Вот, смотрите, сейчас все сделаем. Вот, то есть, вот тоже неплохой логотип для Аризоны Рулеплей, то есть, можно экспериментировать с цветами, можно делать все прочее, то есть, представляете, заходишь на какой-нибудь сайт Аризоны РП, а там вот эта вот буква Z, она растягивается вот так как-нибудь, вот так, и из нее делается следующее, то есть, это похоже на некоторую табличку штата, это похоже на все прочие вещи, при этом это минимализм, то есть, если делать мобильное приложение, то вот такая иконка, она будет идеально смотреться со всеми остальными иконками. Как и вот эта, но, конечно же, мне больше всего нравится вот эта вот фаворитная иконка, и еще ее можно сделать, допустим, в какой-нибудь круг, если Михаил вам, допустим, нравится, или еще нечто подобное, то есть, все это можно сделать. Сейчас я вам покажу, как все это делается. Вот, вот как-нибудь вот так, цвет круга, разумеется, можно менять, можно добавлять тени, можно делать все прочие вещи, но нужно ли это, я не знаю, для чего вам все это. То есть, в целом, примеров логотипов, которые можно сделать для Аризона РП много, но я подобрал вот три таких самых основных, не похожих друг на друга, но я все-таки считаю, что основной буквой в логотипе Аризона РП должна быть Z, потому что она больше всего выделяется, когда вы произносите слово Аризона. То есть, Z, Z, то есть, там хоть как будет Z. Вот, поэтому я думаю, друзья, что вы можете, в комментариях вы можете проголосовать, какой логотип вам нравится больше всего. Первый, второй или же третий. Вот, это три логотипа, которые можно по-разному интерпретировать, с которыми можно по-разному все делать. В целом, я вот, если останавливаться на каком-то одном логотипе, вот это вот. То есть, это минимализм, он показывает все, то есть, это можно сделать брендированные такие вот все штуки, в отличие от референсы, которые сейчас, то есть, если Стас СК Мэйсон или Валик, или еще какие-то ответственные люди, которые как-то заинтересованы в Аризоне РП и хотят отделать брендинг, мобильное приложение, мерч, то, разумеется, я к вашим услугам, потому что логотипы уже давно перестали быть, как нарядная елка, посмотрите на Кока-Колу, на Старбакс, на все остальное, то есть, везде минимализм. И вот этот вот логотип, который у меня тут есть, я считаю, что он самый лучший из всех, которые только могут быть. Поэтому вот, друзья, решать вам, а так, Аризона, рулиплейфеникс, IP, а также мой никнейм, Данте Коннор, а также мой промокод, ноутоксик54, все это находится в описании данного видеоролика.